Будет много. Наше беспринципное чтение дубль 2 начинается. Все гостей трех писателей и трех актеров я представлю по мере появления в этом воздухе. У нас программа сатирическо-лирическая, поэтому в ряде случаев настроение не гордится. Но мы в конце поднимем обязательно. Началось вчера, как и всегда, с курьеза. Курьеза, потому что беспринципно и понятно пишется чтение языка. И не потому что безграмотно, потому что у меня фамилия такая неудачная. Сотрудники театра все исправили на них. Думаю, они что-то проехали, сколько безграмотных писателей. И я вспомнил совсем недавно, была забавная ситуация. Мой один клиент по совершенно другому виду деятельности давал большое интервью, большой журнал с большим списком. Он в последнее время подсел на стиль. Костюм уж ее только по меркам. И чтобы все это видели, у него здесь такая пуговичка, она расстегнута. Он носится расстегнутой пуговицей. О ней знает вся компания абсолютно. Дальше фотографируется он вот так, чтобы были видны часы и пуговица обязательно. Ну, интервью вышло. Он не ждал ни текста, ни никаких рецензий. Он ждал только фотографии с пуговицей. Ну, приходит в журнал, а там фотография застегнутой пуговицей. И звонок из редакции. Скажи спасибо, что мы в фотошопе все заделали. Ну вот. Поехали. Как раз рассказ из-за времени в моей торговле дорогим бессмысленным барахом. Жил на свете Иван Иванович Шинерсон. Добротный еврейский муж. Два никогда бесконечно бунтовали в его голове. Но победить их не представлялось возможным. Он бы никогда не бросил жену. И никогда бы не смог оставаться окончательно верным. Отсюда переживания, расстройства желудка и провалы в тайм-анжетах. Более того, позвонив Шинерсон, вступал в тот прекрасный мужской возраст, когда подруг ночей нельзя уже удерживать наголым эндезиазмом. Бессовестно. Ему было за 50. Не расстраивайтесь. Подозрение, что у него Делон и Нерон Джереми посещали его все чаще, и ощущение несправедливости по отношению к своим дьяволницам, он заливал подарками. Вот паузу. Но имел в голове невидимый баланс всех этих пожертвований, чтобы всем более-менее порогнуло. А главное, чтобы общий сон покупок, хоть как-то соотносилось с его оцифрованной любовью к жене. Ну, интеллигенция. Баланс этот видел только господин Шинерсон и иногда его совесть. Остальные участники данного невидимого документа, ну, убили бы автора, зная, что они в таком неоднозначном списке, Проверяя очередную сверку, Иван Иванович повез госпожу Шинерсон в Милан. Причем не как обычно на распродаже, а в прятки в сезон. В Наревске Петербург грязный белел, а в Милане тепло, красиво и другое. Ольга Сергеевна с пониманием относилась к особенностям фамилии Шинерсон, и проявление щедрости воспринимала, как неожиданный луч солнца, в том же самом ноябре. Заходит наша семейная пара, очень дорогой путик. Ольга Сергеевна на легке, а Иван Иванович на изрядном тяжелике. Его давят бесконечные пакеты и страх окончательной суммы. Я сумку и все. Сумку выбирали быстро. Иван Иванович проделал карту и паспорт для оформления такс-при. Русскоязычный продавец покопался в компьютере и отрубил господину Шинерсону голову. Иван Иванович, а что же вы молчите, что это вы? Рады вас видеть вновь. Ну а как вам покупки, которые вы сделали в сентябре? Все понравилось? Голова Ивановича покатилась из магазина, но на ее месте, к несчастью, выросла новая. И прямо в нее смотрели красные, бесчувственные окуляры терминатора Т-800 по имени Ольга Сергеевна. Привет! А я не знала, что ты был в Милане в сентябре. Иван Иванович проглотил утюг. Пакеты стали 10 раз тяжелее. Мозг отчаянно пытался найти выход. Выход, как и всегда, был найден в молчании. Прерван, правда, вопросом Т-800 продавцу. Вы ничего не купите? Господин Шнерсон читал про йогут, про передачу мыслей и вообще смотрел Матрису, где грант приостры ложкой к нему. Он собрал все свои звериных копьем и метнул в мозг продавцу. Но оно со скистом пролетело в пустой голове исполнительного товарища, который сдал Ивана Ивановича со всеми органами. Нет, нет, у нас новая система повышения лояльности. Вот 16 сентября был. Купил две женские сумки. Утюг в животе заботливого любовника начал медленно, но верно, нагреваться. Какая прелесть. Если я не ошибаюсь, в сентябре отлетал с партнерами в Осло на какую-то встречу. Изнутри господина Шнерсона запахло жареного. Кстати, впрочем, снаружи. Я хотел сделать себе сюрприз и за них пока были распадажи. Ну, чтобы купить подарки на Новый год тебе и Сереже. Так, Семец. Мне стыдно стало, что экономлю. Не стал тебе говорить. Смотреть на Ивана Ивановича было очень больно. Он из последних сил играл в человека, стыдящегося своей жадности. В сентябре он и правда был в Милане. И правда из жадности. Одна из его пассий была выглянута по путихам. Так как баланс господина Шнерсона на ее ими значит созерон. Жадинка моя. Я так рада, что ты о вам не заботишься уже в сентябре. Ивана Ивановича отпустила. Он подумал, что на этот раз он хоть как-то, хоть как-то проскочит. Но потом терминатор сжал ладонь и сказал Ванчика, зачем Сереже? А Новый год женская сумка. Вставающий чук раскалился. Старею. Подумал про себя гений махинации. А я ее Сереже на Оле купил. Ты же сказал, чтобы колхозница больше никогда к ним не приходила. Ладно, не важно. Скажи мне, где сейчас эти щедрые подарки? В офисе лежат. И это только один из подарков. Это просто безделушка. Это вообще коробка для подарка. А настоящий подарок будет внутрь. Счет Ивана Ивановича был очень большой, но очень чувствительный, как и сердце. Оба в этот момент расчувствовались. Ванечка, Новый год в этом году для тебя достается сразу, как мы вернемся. Прямо в аэропорту практически. Заедем в офис и посмотрим подарки. Зачем ждать? Молодой человек, покажите, какие именно сумки купил мой муж. Одной уже нет, а вот вторая. Пустоголовый продавец продолжал сотрудничать с полицией и указал на какой-то зеленоватый кошмар. Это кому? Мне или Оле? Спросил терминатор, внимательно изучая болотно цвета изделия. Сумка была не только бездарна, но, как говорят, чуть менее, чем самая дешевая в данном магазине. Именно сумки Иван Иванович купил тогда сам. Как без сюрприза, пока его временное развлечение анонсировало Габанова. Иван Иванович понял и сказал, «Изитку он взял, найти идиота продавца, отложить чертову зеленую сумку, прилететь в Милану, купить ее, еще одну на выбор, но подороже, снять все дырки, срочно вернуться и положить все это им в шкаф». Шаревшая помощница услышала всякое, но такое несоответствие мышиного писка своего шефа и сути вопроса понять не могла. Тем не менее, утром следующего дня Иван Иванович Иван Иванович исполнил указание 28 ноября в Новый год Иван Иванович поручил своей жене темно-синюю сумку, внутри которой лежали серпицы с сапферами, большими и не запланированными сапферами. Иван Иванович покорежил. Также он передал Сереже сумку для Оли, чем его несказанного удивил. Ну и конверт сыну, чтобы удивления не было таким ям. Ольга Сергеевна еще раз посмотрела на безвкусный подарок и скептически покачала головой. Вечером Т-800 и в серии. Дорого? Да. Загрузнул Иван Иванович. Доброта вошлась нашему герою в сумму истинную для рядового российского Ивана Ивановича и ментально неприемлемую для абсолютно любого шнерсон. Ну, Ванечка, а ты как думал? Ну и за все же нужно платить. Особенно за твое доброе сердце, пороки, слабости. Утюб начал оживать, слюна застряла в горле, так как Иван Иванович просто боялся ее слишком громко проглотить. Ну пойми, Иваничка, не бывает двух зеленых сумок с одинаковыми царапинами. Не бывает, сказал с доброй логикой умной женщиной. Собственно говоря, между рассказом у нас всегда будет какой-нибудь сорвей, я буду исполнять, чтобы обновить предыдущий, начать новый. Я прохожу границу в аэропорту. У меня женщина с лицом, учительница химии, которая до времена еще и завуч. Знаете, совершенно разно, завуч, учительница химии, просто учительница химии. И у нее очки, толщина стекла, которая соответствует толщине стекла, бронированного, за которым она меня смотрит. Цель поездки. Ну, я уже вошел в образ писательский. Дунеядство. Она сняла очки. Тоже мне броски. Я хотел бы таким образом передать микрофон Катерине Шпице, которая в последнее время часто спасает мир в землетрясении в составе экипажей. А она, мне кажется, гениально играет фразы, от которых даже киноэкран зависает ненадолго. Собственно, это все. Передаю Катерине. Александр Цынкин. Рука. 2005 год. Совершенно случайно оказываюсь в Барске. В то время занимался велением бесконечно черного имиджа казино. И решили мы, были бы, произвести свою вину. Я уболтал какого-то австрийского винодела обсудили этот прожект, и меня вместе с управляющим отправили в альпийскую страну для знакомства с ассортиментом. Как с именией я был профессионален в одном. Уверена не подключить красное отбел. В остальном полный провал. Но, так как товарища завербовал я, меня прицепили в поездку. Отвена мы ехали еще час на машине и прибыли в совершеннейшую дыру где-то в горах. Деревня, виноградники и пёдные. Местный секрет в том, что ягоды дают замерзнуть, чтобы получился восхитительный айсвайн. Сладкое, полнокровное вино, взбивающее снов после первых двух бокалов. Все дегустируют. Ягоды взбиваются. Они выплевывают, поболтав во рту. Я, разумеется, нет. И через два часа становлюсь похожим на снег. Красивый, но на земле. Утро. Осматриваем окрестности. Главное отличие России от Европы именно деревни. У них она почему-то не сильно отличается от столицы. И дело не в столице, а в деревне. Минодель приглашает нас в какой-то дом, встречает всей семьей. Русские все-таки. Не каждый день увидишь. Да и не каждый десятилетий. Последний выходит очень пожилая дама. Знаете, уже после тридцати о женщине можно точно сказать, станет ли она бабкой или пожилой дамой. и именно по этому признаку мудрые старшие товарищи рекомендовали выбирать жену. Так вот, представляет мне это встречу в плитах. Подошла, поздоровалась, взяла зарубь. такая мягко-шершавая бабушка молодая. Долго держала, смотрела на солнце. И вроде бы ничего особенного. Вот только в глазах у нее как будто бы пирог стыдно. Вы запомните, как в детстве прибежишь домой с мороза, руки холодные, снежки переграла, а на кухне суета. Гостей вечером ждут, все, включая катак, готовят. и вот из духовки пирог достанем. Отрезать кусок не разрешают, но можно на полотенце его закрывающим ладони положить, греться и вдыхать на пахте. Не знаю, получилось ли мне ее взгляд написать, я и постарался. Посмотрела она на меня и говорит «Тем вы русские тёплые». И ушла. Мне уже потом наш линодел рассказал ее историю. Думаю, что это правда. Во время войны советские войска дошли, несколько дней стояли. Встретила она нашего паренька, герой в орденах. Мальчишка прав совсем. Один раз даже ночевать остался. Говорит, не будет ничего. Оба скромные, деревенские, целовались только. Утром продолжать пошла. А его машина наша, армейская, насмерть сбила у нее глаза. Судьба. я был вторым русским, которого назад поддержала. Ничего в этой жизни сердце не выкинешь. Можно только заморозить. до этого на время. Слава Желаю. Сижу я на пабликах, жду и зови. Походит дама, которая в прошлой жизни была жалобной книгой. Или металлоискателя. И мрачное спрашиваю, у меня Анатолий? Нет. А надо? Точно не надо. Не поверите. Я так понимаю, Анатолий, конец. Сейчас вторым в нашем деревке, кстати, появился Александр Ленков. Главный редактор. Отвечается прекрасным эссе. И одета с тем, что подставил меня на весь аэропорт Домогедова. Мы летим с ним вместе в Лондон. Заходим в Антимишленовский. Да, садись. Антимишленовский один шауман. Там такие российские семьи путешествующие. Папа квадратная, мама круглая. И дети такие же. И все очень много едят. И мы пытались быть изысканными. Поэтому вдвоем мы производим странные впечатления. А Саше мама дала задачу купить помаду. И, вероятно, задачу передала через нашего президента. Потому что... А Саша говорит, что я думаю, что так надо помаду не забыть. На конец мы сели. А знаете, в ресторане бывает момент, когда все живут и тишина. И вот я сижу спокойно, чтобы подошел. Вот. Он встает, вот пойду, помаду куплю. Живать перестали все. И все на нас посмотрели. У нас же любят таких? Ну, любят. Я, вероятно, пытался чашкой притвориться. Не получилось. И Саша дали мне. Тебе. Добрый вечер. Да. Нам, импозантным мужчинам, приходится тяжелое нам. Примерно об этом мое маленькое произведение. Тоже о мужчинах, к которым приходится тяжело, потому что они не такие, как все. Называется исповедь кидалта. Такое слово кидалт – это из английского. Оно образовано слиянием двух других английских слов. Кид – ребенок. И кидалт – взрослый. А кидалт вместе – это взрослый ребенок. Очень удобное слово, вы знаете. Типаж кидалта – это взрослые дети. То есть это ответственные, приличные дяди, которые, однако, любят заниматься всякой невзрослой ерундой, вроде компьютерных игр, машинок и перевопрельских розыгрышей. Мужчины, принципиально не желающие взрослеть и становиться скучными. Не все представители этого славного племени знают, что для них придуманы специальные названия. Не все они знают, что они одиноки во взрослой вселенной. Многие до сих пор стесняются расстреливать в ванне солдатиков из брызгалки. Кидалтам приходится нелегко. Носить костюм на работу, боясь, что из подсорочки просвечивает майка с суперменом. Прятать рогатку перед приходом гостей. Ждать, когда останешься один, чтобы на ныть пузырь из жвачки. Обходить за сто метров, хотя можно перелезть через забор. Этот постоянный страх, что тебя рассекретят. Навесят ярлык инфантильный и исключат из приличного общества. Как признаться родителям, что ты кидал? Перенесут Леониду. Как буду смотреть в глаза соседям? Я сам через это прошел. Мне было 23 года, я уже работал, поэтому точно знал, что я не такой, как все. Рядом со мной не было друга, который бы хлопнул по плечу и сказал, «Ты просто кидал, парень. Это нормально. Принеси себя таким. Врубай то лейк Джерри на пол». Решение проблемы пришло с неожиданной стороны. У меня родился ребенок. Вначале ничто не предвещало облегчения. Первый год я гулял с коляской примерно по тем же местам, где еще недавно играл в прятки и мечтал, чтобы меня не увидели ребят. Это было так серьезно. Ребенок, отцовство. Так скучно. Но потом прошел еще год. И ребенок Маши стал проявлять отдаленные признаки гуманоида. Сломать вещи и сдавать речь. Мне это понравилось. Мне тоже было интересно, что будет, если нанять на голову у тарелоку с кашей. Мы вместе с Машей смотрели, как каша стекает по спу, как будет на пол, а кошка ее нюхает. Тут я понял, что от такой, казалось бы, бесплатной в хозяйстве вещи, как ребенок, может быть толком. Я не запрещал ей рисовать на обоях, рвать газеты, устраивать потопы в ванной, забрасывать тапочки на шкаф. Я получал страшное удовольствие, что теперь могу делать то, что мне вначале запрещали, а потом я запрещал себе сам. Оказалось, что ребенок — это отличное оправдание для взрослого заниматься той самой ерундой. Если взрослый пускает в лужи корабль и испачки сигарет, три часа напролет смотрит мультфильмы или залез на дерево — он псих. Возможно, буйный. Если все это он проделал в компании ребенка, то он прекрасный отец. Даже если ребенку было неинтересно. Но Маше было крайне интересно. Я учил ее счету за игрой в монополию. Ей одной на всей площадке разрешал ей залезать на самый верх паутины. Да что там говорить? Я учил ее прыгать по гаражам и поджигать попаленный пух. Она говорила, «Никто из взрослых не смотрит со мной мультфильмы, кроме тебя». Маша, Маша. Честно говоря, я не совсем просто. Но ты еще слишком малаш, чтобы это понять. Когда-нибудь ты поймешь и простишь. Кстати, знаешь, что будет, если положить кусок чекельда на раскаленный утюг? Короткий период времени между моим и ее детством я, можно считать, и не жил. Попав случайно, или не очень, в магазин игрушек, я выходил на улицу подавленный. Черт, сколько всего успели изобрести, а я уже вырос. Какая досада. Теперь я скупал конструкторы, машинки и самолеты, наборы для фокусов и прикольные любкие субстанции в баночках ребенку, ребенку, кто ребенку. Она такая избалованная, каждый день хочет новую игрушку, может понимать. Теперь я мог позволить себе куда больше, чем в детстве. А главное, мне не надо было спрашивать ни у кого разрешения. В детстве родители не очень хорошо относились, когда я строил из кресел в диванных подушек замок или карету. Теперь я раздернулся во всю мощь былых детских фантазий, помноженные на высшее техническое образование. Мы не просто построили из двух кресел дом, туда было проведено освещение, туда были снесены настоящие свистные припасы и настоящий телефон. Жалко только, что я туда не помещался. С легкой завистью я решил в машине переночевать в этом жилище. Мама не вмешивалась, папа играет с дочкой, что может быть прекрасней, а ребенок, естественно, был в восторге. Правда, надо сказать, что ребенок был в восторге не всегда. Она никак не могла взять в толп прелесть игры в машинки, а я не понимал, что делать с ее куклами. Логичной для меня игрой было бы взять и расстрелять всех куклы с пушкой. Но Маша, наоборот, все время заставляла их пить чай. Так что иногда мы играли каждое свое в разных классах. Жизнь обрела гармонию. Она продолжалась лет десять, а потом произошла катастрофа. Маша взялась. В один прекрасный день я обнаружил, что мой ребенок предпочитает мультфильмам Джонни Деппа, а конструктору свою страничку на фейсбуке. Игрушки починил в дачных кладовках. Теперь у меня снова нет оправданий до дураковоления, и из хорошего отца я снова превратился в инфантильного дядьку. Выход напрашивается сам собой. Надо родить еще одного ребенка. Чего и советую всем братьям по несчастью, кидалкам. Надеюсь, всем понятно, что это странно много рассказов. А не просто так. Собираюсь в Питер, но живу, как всегда, в ЭТПР, и пишу прекрасной Веронике, пиаршицы в данном доходном доме. Завтра приеду, вкусишь переночевать? Ответ. Циркин, циркин. Два года не появлялся. И так вот завтра. На глаз эту твою люблю, но извини, сейчас нет. Я просто не то Вероники отписываю. Я обещал признаки премьеру, абсолютно премьеру рассказов. Будет читать Сергей Бурунов. Как мне кажется, на сегодняшний день один из лучших в России комбининных драматических актеров. «Александр Циркин», «Мышки по норкам». «Александр Циркин», «Мышки по норкам». Иногда нам всем нужна последняя карта. Познакомился я в двухтысячных с человеком по имени Артур. Интересно у него было занятие, я даже сказал, занятость, интервьюирование, отбор, обучение, прием на работу, разработка программы мотивации системы оплаты труда, ну и увольнения. Да, вы угадали, Артур занимался кадрами, если точнее он был сутенером. В Петербурге, особенно в тучные годы, проходило много конференций и форумов. Эти прекрасные события обеспечивали хлебом с напитками значительное количество горожан и гостей северной столицы. Ну а уж, какой праздник происходил в душе девушек, не готовых работать в барбель, но стремящихся, тем не менее, как-то монетизировать хорошую генетику и описать сложно. Ведь это ж, какие мужчины со всей страны приезжали? Четыре мусанцы, ухоженные, упитанные, умные, успешные. В России бесплатно с такими приспать не зазорно. Уж за деньги, так просто святая обязанность. И лицо в каталогах не светишь. Более того, иногда даже не нужно ложиться в постель, просто походи на из угла, углы на вечеринки, домой, к мумену, скотки. Платят меньше, но и увольнения не грызут. Так вот, Артур в этом подряде отвечал за многое, но главным, как я уже сказал, были кадровые решения. Технология следующая. Назначался ресторан, его закрывали, пускали вслух о кастинге, девицы приходили, располагались за столиками и пили чай. Со стороны гламурное такое... Иваново. Артур подсаживался к тем, кто проходил, как у них с головой, и принимал окончательное решение. Одним октябрем случилась в городе какая-то крупная конференция. И приехала на нее дама-начальница с девушкой-помощницей. Босше, помогавшей чиновшим разумно инвестировать за границу украденная, серьезно за сорок. Ассистентки не серьезно в принципе. Прибыли женщины заранее и пошли гулять по городу. Октябрь в Митиле такое, что особо не пошляешься. И в скорости они решили согреться. Заходят в ресторан и спрашивают, какую конференцию? Да. Работать? Да, а что? Тогда проходите. Женщины переклянулись, мы не обратили внимания. Ну мало ли, случайно попали в закрытый для участниц конференции общепит. А далее случился прелюбопытнейший разговор с Артуром, который в этом кафе как раз оказался по работе. Девочки, добрый вечер. Не возражайте, я подсяду, поговорим по душам. Артур был хорош с собой, рассказить ему было сложно. Тем более, по душам неожиданные гости этого гостинга говорили только между собой в последнее время. «Конечно, я был Мария-Анна». О, как. Недолго вы имена выбирали. Обычно все Марии хотят снять анжеликами, а вы вот не паритесь. Ну, вообще-то родители выбирались. Смелость, трогатая мне Мария-Мужчина Мария, привыкшая быть Марией Александровной. Хорош был Артур. Ох, как хорош. Точнее, так плохо, что не устоять. Ого. Редкая жизнь девушкам, которые представляются своими именами. «Где же вы их таких находите, скрытных?» «Нам слизняться некого». В голове включившегося Артура проскочило так. «Это и точно некого, Москва приехала». «Побольше вы таких. Первый раз на конференции работаете?» «Да нет, я уже несколько лет по всему миру болтаюсь». А вот Аля, ассистентка моя, первый раз. «Ну, пусть хоть отдохнет конференция, это же не в кабинете с утра до вечера пахать». Артур оценил чувство юмора бойкой представительницы старшего поколения, которая, конечно, чуть выбивалась из возрастных рамок самим же их поставленных, но выглядела настолько лучше, а точнее качественнее абсолютно всех пришедших на этот конкурс красоты и чистоты, что он решил взять ее на порт в любом случае. Тем не менее, наличие ассистентки разрывало все шаблоны. Он даже потерял ненадолго бронебойную вальяжность и стал похож на лимбиста в магазине сантехники. «Ассистентка» «То есть, вы вдвоем, так сказать, выетесь?» «Да. А нет, всегда со мной. С прошлого места забрала. В моем возрасте как криз-ассистентке уже... Уже головной тон коленей засмеют. Да и потом лишние руки. Сколько же чисто технической работы. У меня уже иногда не хватает сил до конца делать-то вести. То есть... То есть Аня с тобой даже сброшена работой? Знамитная тренировость. Если не секрет, что заработала? Как-то мне обычно про тяжелую судьбу приходится слышать. А ты вот такая жизнерадостная, позитивная, главное искренняя. Ой, да ладно, в жизни, как сказать... В моем бизнесе без жизнерадостности никак. Люди-то верят только счастливым. Я была вице-президентом банка. Ну, такая, знаете, тоска, скука, что ушла вот, скажем так, в консалтинг. Помогаю в основном госслужащим решение ряда интимных вопросов. Они же никому не доверяют, а меня-то... Меня-то давно знают, не можно. Артур разное слышал в жизни. И, в общем, удивить эксперта было достаточно сложно. Но такой дауншифтинг был радикален даже при любви. Бог и дьявол питерских кортизанок раскрыл рот и превратился в мульчугана попавшего на шоу Дэвида Кокперфилда. И... И давно ты... Занялась решением интимных вопросов государственных служащих. Ну, года два, и, знаете, можно на три. Да? Спасибо. Ты знаешь, ты как платок свежего воздуха. Единственное, конечно, приходится иногда работать психологом. Девки у них иногда на пять минут. А вот разговоров на час. Просто вновь про серую жизнь, жену, детей, любовниц, или что с ними со всеми делать. Скоро буду еще и за психоанализ брать. Артур никогда не думал о работе проститутки, как о платке свежего воздуха. Но решил, что он просто раньше не смотрел на это явление свежим взглядом на дышавший свежего воздуха. Он даже себя стал как-то особенно уважать. Все-таки воздух людям несет свежий. Свежий воздух. Это так поэтично. А Аня спокойно эту перемену воспринимает? Мария Александровна продолжала шоу. С радостью, да, Аня? Аня кивнула. Мария Александровна так очевидно пристала и держала внимание красавца Артура, что конкурировать в общем серая девушка не решилась. Просто улыбалась. А начальница разошлась. Столько новых людей, навыков. Ей же потом цены не будет. Может хоть замуж ее выберу. Два раза звали уже, но по возрасту не подходили. Богатые, но не настолько старые долго проживут. Мария Александровна хохотнула. Хотя, такими темпами и меня скоро замуж на взводы давать будет. Жизнь и радость идите поубавилась. А что так? Разговор не надолго вышел из гротески, и Артуру хватился за саму империализма. Моя новая работа мужу не очень понравилась. Особенно, что я опять зарабатываю больше, чем он. Ну, если честно, мы в фиктивном разводе. В голосе была печаль. Но не хотела Мария Александровна разводиться. Страх одиночества и привычка, привычка и страх одиночества. Мария Александровна нехому будет сказать, а тут не знакомится мужчина, но понравился. Вырвалась. Ну, это как иногда в купе с соседом говоришь о самых сокровенных. Артура одиночества услышал. Но решил к нему вернуться позже. В данную секунду его изумляла осведомленность мужа. Не очень понравилось. Ну, говорит, в принципе, мое право, но я часто допоздна работаю, дома не бываю. Еще немного мои клиенты, видите ли, кажутся парьем. Он с парочкой знаком, так как мы иногда там уж и вместе ходили. Говоря языком шоу Гупперфильда, маленький Артур только что увидел, как дядя Дэвид превратился в Джона Сноу, отрубил голову всем зрителям и срыгнул огонь и запел, как упоительные в России вечера, на химке. Он смог только выдавить из себя. А ты что? Ну, знаешь, муж может запрещать женщине работать с мультипликатором 2. Это как? Мульти... что? Аня, которая в последнее время стала Марией Александровной сестрой и лучшей подругой во всех ее драмах, знала из первых рук и поэтому скучала, удивляясь, правда, неожиданной откровенности скрытной обычной начальнице. Но тут улыбнулась. Теория с мультипликатором 2 ей очень нравилась. Она решила обязательно найти себе именно такого мужа. Ну, это если муж готов платить жене в 2 раза больше, чем жена сама зарабатывает, тогда имеет право требовать на домашний арест и разведение карту. Я его честно спросил. Он не может. Поэтому я работаю. Ну, как могу, так и работаю. А он моих денег не выдержал. Знаешь, мне кажется, он даже из-за этого перестал... Ладно, мне не важно, извини. Мария Александровна поняла, что начинает говорить лишнее. Муж и правда перестал с ней спать. Эта метаморфоза поразительным образом совпала с ростом ее благосостояния. Первый раз, когда она сообщила о масштабном повышении своей зарплаты, он чуть ли не нарочито ей дал понять, резко бросив в них... Ей показалось, что какое-то внутреннее удовлетворение проскорзнуло по его лицу в ответ на набухшие от обиды глаза не вовремя ставшие состоятельной 37-летней женщиной. Муж пстил. Потом появилась молодая, бесцветная в остальном любовница. Мария Александровна ответить тем же не могла в силу принципов. Ей, конечно, предлагали, но... В итоге муж сказал, что хочет пожить один, но разводиться не спешил. Продолжал мстить. Ну, в общем, не вынес он моей работы, хотя я честно обо всем ему рассказывал. Ну ладно, ты прости, ты же жизнерадостно крыльешь. Я помню. Аня слушала и делала выводы. Мой муж ничего не будет знать о моих деньгах. И вообще, карьеру нужно иметь в рамках разумного, как и внешность. Мы шли по норкам. Так надежнее. Тем временем, Артур пытался проанализировать что-то утром. Внимательно посмотрел на пачку сигарет, полюхал кофе и сдался понять этот мир. Ушел в бизнес. Так, ладно, давай к делу. То есть, я так понял, ты на конференции по полной работе готова. Не просто на ту сумку постоять, хотя, в принципе, понятно, конечно, не твой это уже вариант. Где он? Ну, давай. Ну, по самой полной. Тут же все основные клиенты. Два часа холодной работы здесь. И он потом все деньги тебе принесет. Я же самым ценным работаю. Все слабые места знаю человека. Уже не даже такого не рассказывают. Слушай, ты не обижайся. А вот... Точно Аню нужно брать сейчас? Ты-то мне просто... Ты-то как из класса выглядишь. Такая вся отбрахленина. А она... Ну, прости нас, слушай. Ну, у него не очень подходят. Ну, не забей. Ну, руки, плеческа. Ну, вообще, ну, ябро какая-то. Тут все-таки тебя не все знают. Народ новый. Может, ты одна справишься? Маша, что скажешь? Повисла пауза. Аня опунцерела. Мария Александровна принимала эту претензию на свой счет лично, хотя понимала ее полную обоснованность. Как бы она не заставляла ассистенту начать за собой следить, все упиралось в ее лень и чрезмерную лесть клиентов. Она давала Ане деньги, потом сертификаты на салоны красоты, потом абонементы в фитнес. Аня кое-как привела себя в вид достойный приемный, но не более. Аня. Нет, ну правда. Ну, из тебя можно принцессу сделать за месяц. Ну, вот ты на свое, на начальницу посмотрите. Ну, не придраться же. Сколько тебе, Маша, 37-38? Неважно. Мария Александровна растаяла в кутрии. Но сдавать свою воспитательницу так легко не собиралась. Черт, возьми, приятно. Я, конечно, на земле нашился. Это он еще грудь не видел. Ее, правда, никто не видел. Артур продолжал. Я понимаю, деньги, время, салон, сиськи он за десятку. Ну, это же бизнес. Нужно соответствовать. Так что давай. Без Ани. А тебя я беру. У меня человека 3-4 прямо точно твои пассажиры. Работаем пополам. Значит так. Я не понимаю, что там у тебя за клиенты для меня. Я, в общем, не жалуюсь на низкий спрос. Но Аня со мной везде будет. В общем, я не понимаю, как это тебя касается. И 50 процентов, это, конечно, ты совсем совесть потерял. За хорошего клиента, которого отдать 10 процентов с первого платежа. Ну ладно, 20, потом он мой. И еще надо посмотреть, о ком вообще речь. Мы знакомы полчаса. Аня стала стыдно за то, как она с подругами насмехалась над начальницей ее несчастья. Аня тоже не могла простить Марии Александровне ни красоты, ни успеха. А вот в голове Артура поселилась восхищение. Есть еще женщины в России. Мы всей страной топим, а они выплывают. Да, уж понятно, что ты потом его не отпустишь. Ладно, давай в порядке исключения твои 70 процентов. Аню, бери, если хочешь, ну поверь, она тебе все испортит. Сама потом разгребает. И деньги все с клиентов я получаю заранее. Иначе потом вытрястись ни к чему. Ну и еще. Это Питер. Тут цены не московские. В гости все же, так сказать, в музее тратят. Душку развивают. На теле потом экономят. Ну, тут уже в курсе. Артур приструнил внутреннюю жарку, вспомнил восхищение и сделал предложение. Максимум трешка за ночь. Даже за такой, как ты. Аня сменила красное лицо на пурпурное и решила не ставить чашку назад, чтобы не разбить звуком застывший воздух. Так и сидела вечно пьющая чай. Мария Александровна не зря была когда-то вице-президентом банка. Соображала быстро, краснела редко. Пауза была короткая, голос стал титановым. Я правильно понимаю, что ты решил, что мы проститутки? Артур тоже не зря занимал свой пост. Более того, он успокоился. Все-таки мир не зашел с ума. А пауза была короткая, голос стал неоновым. А я правильно понимаю, что понимаю неправильно? Мы что, на них похожи? Да все похожи. Если на кастинг проституток приходит, ты вот так не удивляешь. Ничего не удивляет? Думаешь, Питер и мужчины закончились? Кстати, помощь настрой кастинг не прошла. Ты да, лучшая в сезоне. Не знаю, обрадует ли это тебя. Мария Александровна инстинктивно захотела дать Артуру по лицу, но остановилась и посмотрела на ситуацию с другой стороны. Это, пожалуй, основной жизненный навык, который приходит исключительно с возрастом. «Аня, выйди, подожди меня на улицу». Артур никогда не видел такого моментального исповедения человека и задумался о возможности телепортации. Мария Александровна отвечала с способностью убирать из разговора воду. Она задала вопрос. «Слушай, а ты что, правда считаешь, что я?» «Ну что, кто-то готов три тысячи за...» «Ну, а то я уже, по-моему, сама скоро готова буду заплатить, если честно». «Муж ушел к какой-то мыши, с клиентами нельзя, в метро не езжу». «Не три, а пять. Я б тебя на дружку кинул». «Да ты в полном порядке, я бы и сам, знаешь, взаимозачетом». «Ну, чтобы трешку туда-сюда не гонять». «Раз ты сама готова платить, говоришь». «Да, честное слово, сидел, думал, как бы тебя на тест-драть возвести, но понимал, что не прокатай». «Вот тебе телефон. Я же все-таки лучше, чем мышь твоего мужа. Звони в любое время». «Мария Александровна потеряла в возрасте еще лет пять, уставившись в пустоту, отчутливо понимая, на кого она сейчас смотрит. Победила. И, уходя, оставила нос несожженным». «Взаимозачет? Без комиссии? Берез». «Через месяц она разбилась. Через полгода вышел замуж». «Спать с Артуром Мария Александровна не стала. Прислала фотку из ЗАГСа с подписью «Спасибо, Артур». «Артур внутри от этого треснул. Что-то сломалось. Точнее, сломалось все. Он бросил всех и стал искать одну такую же, но таких-то. Одна на миллион. Мышки по норкам». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ